Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. У меня в семье такая проблема, что муж всеми способами, как мне кажется, пытается выздороветь меня перед свекровью, так будто я её ненавижу. Можно сказать, говорит я это напрямую, я у него спрашиваю, зачем ты это делаешь, он говорит, мол, я говорю как есть, но это не так. В браке мы, 4 года почти, мне 21 год, ему 26. Ещё такая проблема, муж до меня встречался с девушкой, но это было ещё в школе, она детдомовская, когда мы с мужем уже встречались. Они общались и гуляли вместе, в тайне от меня, и с того времени прошло уже 6 лет, но тут вдруг выясняется, что она хочет приехать в гости к тёте-мужу. Мы тут все рядом живём, а с игрушкой сказала, ой, ну как же, я не пойду к ней, пойду, конечно, в общем, все её любят и всё такое. Я считаю это тупо, у них даже нет общих детей и браки не было, какой смысл общения, когда они много лет не общались. В общем, у меня от этого сердце закрывается, действительно ненавижу всех, а муж вообще никак не реагирует на её приезж, даже говорить об этом не хочет. Я начинаю плохо про неё говорить, он сразу злится, уходит или просто молчит. Что мне делать, я не могу уже с этой семьей находиться, но у нас ребёнок, да и вроде хочется с мужем на всю жизнь, но не могу с этого всего. Спрашивает Анастасия, ну, смотрите, Анастасия, смотрите, какая получается история. Вообще-то, очень сильно, на мой взгляд, вы как-то говорите здесь про свои страхи. Не знаю, понимаете вы это или нет, но как-то вот очень сильно вы говорите про свои страхи. Вы говорите про то, по сути, что вам страшно, вы говорите про то, по сути, что вы боитесь, вы говорите про то, по сути, что, получается, вы как будто бы ревнуете. Вы ревнуете. Вы ревнуете своего мужа, вы ревнуете, в общем-то, свекровь даже. Такое, честно говоря, у меня складывается впечатление, по крайней мере, по вашему тексту. То есть, если смотреть на ваше сообщение, то это позиция такого очень, к сожалению, неуверенного в себе человека. К сожалению. Вот. И как-то вы боитесь, что вас очернят. Да, да. Ну, то есть, вот. Что вас выставляют плохой перед кровью, вы боитесь. И как-то вот вы боитесь того, что приезжает бывшая вашего мужа. То есть, вас это тоже как-то вот, ну, так скажем, травмирует, беспокоит. Вы пишете, что ненавидите всех. То есть, это все как будто бы история про страх. Это все как будто бы история про вашу неуверенность. Неуверенность в себе. Ну, вот. Неуверенный вы, ну, вот своей ценности не чувствуете вы своей, свою, ну, свою, 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 получается, ценность. И вот в этом, как мне кажется, и заключается одна из основных проблем на текущий момент. Соответственно, на мой взгляд, необходимо работать именно с тем, что вы в себе не уверены. Что вы, по моим ощущениям, сравниваете себя, ну, собственно говоря, с другими людьми. А в известной, в известной степени, ваши отношения с мужем также вызывают вопрос. Потому что нет, по крайней мере, у меня такого ощущения, что вы, ну, скажем так, друг другу доверяете. Такого ощущения у меня, к сожалению, нет. И если я прав, если вы действительно, ну, вот, как-то не доверяете своему мужу на самом деле, да? Вот. И если я прав, то с этим нужно, конечно же, работать. А вот вы спрашиваете, что мне делать? Мой вопрос заключается, в общем-то, в следующем. Что делать, чтобы что? Хотите ли вы измениться сами? Хотите ли вы изменить своего мужа? Да. То есть, что делать, чтобы что в итоге? Вот это очень важный момент, на который вам необходимо ответить. Себе необходимо ответить, себе необходимо найти ответ. В целом, есть ощущение, чтобы вы не выработали свою позицию по тому или иному вопросу. При том, что, судя по тому, что вы описываете, вы как-то вот внутренне требуете от своего мужа чего-то и требуете от свекрови. Например, не ходить к этой девушке. Это внутреннее требование связано именно с вашим страхом, как мне видится. И соответственно, очень важно, чтобы вы эти страхи свои заметили, чтобы вы эти страхи свои поняли и чтобы вы увидели, чего они в этом смысле. Состоял. Понимаете, да? Понятно, я надеюсь, что сейчас ничего такого в принципе не происходит. То есть, сейчас вы пока что не совсем понимаете, что с вами. Понимаете, только что нет какого-то комфорта, понимаете, что нет какого-то спокойствия. Вот это вы понимаете. Хорошо. Ну а дальше, судя по тому, что вы описываете, дело не идет. Вот в этом и заключается основная трудность, с которой вам нужно работать. На мой взгляд. Как-то так, чем быстрее, чем более ярко и явно, полнее будет ваша собственная позиция, тем меньше это будет все на вас. Влиять. Влиять. А влиять до тех пор, пока вот в своей позиции, да, своего отношения к тому, что происходит у вас нет. Выражения своих желаний нет. Вот в этом смысле. Ну то есть, вы как-то вот плохо говорите про девочку, например. И вы, конечно, можете это делать. Можете. Ну вот. Но. Что за этим стоит? Что стоит за вот этими высказываниями относительно этой девочки? Какие стать желания, потребности? Понимаете ли вы их? Говорите ли вы о них? Вы пишите, у меня в семье такая проблема, что муж всеми способами пытается выставить меня перед свекровой, так как будто я ее ненавижу. Вот понимаете, в одной вот этой фразе, в предложении, как бы, несколько моментов. В семье, в семье проблемы быть не может. Именно в семье. Проблема может быть у члена семьи. Да, может быть. У члена семьи может, например, у вас. Может быть проблема. Но никак не у семьи. Вот. Вы пишите, что муж выставляет вас так, как будто вы ненавидите свекровь. Вот. Давайте подумаем, как вы к этому пришли. А? Просто вот. Просто вот. Ну, просто. Просто подумаем. Просто подумаем. Как вы к этому пришли. Вот. Каким образом вы к этому пришли. Вот. Что он так делает. Ведь он же наверняка не впервые это делает. когда-то. Понимаете? Как это началось? С чего это началось? Давайте разберёмся. Давайте разберёмся. У вас как будто бы очень много боли. У вас как будто бы много злости. Вероятно. Агрессии. Да? Все это вот. Присутствует. В тот же момент. Это надо прожить. Чтобы вас это не отправляло. Чтобы вас это не мучило. Чтобы не влияло на вашу модель поведения. Сейчас влияет. То, чтобы выeaшли. К сожалению. Нормально. Собственно. С проживания ваших текущих э.. 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 эмоций. И выражения их. И нужно начать. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. А буду вам благодарен за обратную связь о почтехе и победимacja. По моему ответу это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи.